В свои 62 вы такая позитивная, жизнерадостная, может быть, вы поделитесь нашими зрителями какими-то своими секретами. Потому что в России для наших женщин есть такая тенденция, что в 62 им уже хочется полежать, не такие энергичные, жизнерадостные, у них нет никакой драйвы и адреналина, который осуществует у вас. Прежде всего, все секреты, я считаю, в вашей голове. Вы должны всегда на протяжении всей жизни сохранять в вашей голове образ некого ребенка, радоваться как ребенок. Вам может быть много лет, но душа ваша будет всегда оставаться молодой. В любом возрасте вы должны чувствовать себя хорошо, внушать себе, что вы счастливы. Это может быть сколько угодно лет, 50 или 60. Мне не 22, мне 62, но я чувствую себя хорошо, чувствую себя счастливым. И, соответственно, мой внешний вид становится тоже счастливым. Мое лицо сейчас, оно улыбается. В вашем альбоме есть песня, посвященная вашей маме. Да, это песня «Любовь иногда уходит от тебя». Она посвящена маме, которая умерла несколько лет назад. Я знаю, что люди плачут на ваших концертах, когда вы на фортепиано исполняете эту песню. Скажите, а вы как часто плачете вы? Что может заставить вас заплакать? Наверное, я больше плакала, когда я начинала свою карьеру, когда мне было около 30. Не знаю почему. А в то время я могла расплакаться по пустякам. Меня вывести было очень легко. Меня может заставить расплакаться любая мелочь. Я очень сентиментально и скучаю по своей маме. Я очень часто думаю о ней. Я очень эмоциональна. Часто думаю о смерти. Сьюзи, а вы религиозна? Да. А вы католичка? Я родилась католичкой, но сейчас религия для меня – это нечто большее. Это целый какой-то особый мир. Я не ограничена какой-то одной религией. Я очень много изучала все религии. И я мыслю, наверное, чуть более обобщенно. Вы работаете с мужчинами? Вам бывает сложно? Нет. И причина – это не трудно. Вы знаете, в моей семье у папы 4 дочери и 1 сын. И я всегда была несколько мужиковат. Я не чувствую особой разницы между собой и мужчинами. Мне легко их понимать. Но есть определенная черта. С одной стороны, я могу пить, курить и веселиться со своими коллегами-мужчинами. Но есть другая черта, куда нет перехода. Это то, что заставляет уважать тебя и не считаться своим мнением среди мужчин. Что вызывает у них уважение ко мне. Вы когда-нибудь употребляли наркотики? Нет, я никогда не принимала наркотики. Я не наркоманка. Но когда я была молодой, конечно же, я курила траву. А сейчас у вас остались какие-то вредные привычки? Нет, сейчас нет. Сейчас я уже очень дисциплина. Это правда, что когда вы были молодой, вы громили гостиничные номера? О, конечно же, Ира. Молодая рок-певица, огромный заряд энергии. Мы делали это не раз. Какие-то были неприятности с полицией? Нет, до полиции я не доходила. Когда я делала что-то, я потом отвечала за свои поступки. Сьюзи, у меня короткий блиц для вас. Продолжите мою фразу. Счастье для меня это... О, мои дети. Мой идеальный выходной это... На острове и одна. Одна. Моя семья для меня значит... Это все для меня. Я люблю... Моего мужа, моих детей, мою семью. И, конечно же, я люблю свою работу. Идеальный мужчина для меня это... Мачо и феминист. Нереально. Я не люблю лжецов. Деньги для меня значат удовольствие. Я мечтаю о... Орае и блаженстве. Пусть ваши мечты сбываются. С вами была Светская Хроника и Сьюзи Кватро. До встречи на следующей неделе. Пока. Какие русские вы знаете? Спасибо и пожилостов. Только два? Да. После этого... ...трипа... Может, я получу три. Я думаю, что вы знаете больше. Хэви? Хэвен. Что это? Хэвен. Хэвен. Наша беседа проходит в ресторане итальянской кухни Морэнси. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!